РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО ВЕРА ТЕМА НЕДЕЛИ Уже неделю в России новые полномоченные по правам ребёнка Анна Кузнецова. Психолог, многодетная мама, жена священника. В связи с этим назначением споры разгорелись настолько бурно в общественном пространстве, что порой трудно бывает отделить эмоции от конструктивных мыслей. Но, по сути, один из главных вопросов, который, наверное, волнует всех, это вопрос о границах вмешательства государства в жизнь семьи. В каких ситуациях семье сегодня действительно необходима такая внешняя помощь, а где было бы лучше дать родителям и детям самим разобраться в том, что происходит между ними. На связи с нами Александр Гизалов, социальный работник, эксперт в вопросах усыновления, отец четверых детей. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, Алла. Здравствуйте. Как бы вы ответили на этот вопрос по поводу границы? Где, в каких сферах действительно помощь государству нужна и как это определить? А куда лучше не вмешиваться? Ну, на самом деле, главным институтом государства по конституции является семья. Семья сама регулирует отношения внутри семьи, внешние отношения и так далее. Другой момент. Если семья перестает, что называется, быть семьей, а что это такое семья? Там происходят проблемы с папой, с мамой, с родителями, с детьми. То есть аспектов очень много. И здесь очень важно, так сказать, что проводником получения информации о трудностях в семье были люди, которым делегированы полномочия от государства или от общества. Это социальный работник, который может заказать услуги, необходимые для семьи, если семье это необходимо. То есть самой семье вчинять что-либо крайне сложно, потому что семья, она все-таки саморегулирует. Есть бабушки, дедушки, тетеньки, дяденьки и так далее. А что делает социальный работник? Он доверительное лицо, он доверитель. У нас, к сожалению, об этом мало чего говорят. И у нас нет такого понятия, как семейный психолог, семейный врач, семейный клинический психолог и так далее. Соответственно, для того, чтобы эти услуги семья могла заказать, она должна не бояться заказать эти услуги у государства или общественной организации. Вот эта вилка, у кого заказать услуги, должна быть на уровне конкуренции. Сегодня конкуренции-то практически нет, потому что все завязано на государственных услугах. А так как услуги государства, они достаточно топорные. Восприятие сотрудников органов опеки, чиновников и так далее могут быть разные, то есть на глазок. Чтобы этого глазка не было, соответственно, эта услуга должна исходить из потребностей семьи, которые ей необходимы, а не из тех, которые навязываются. Это не только материальная поддержка, это не только материнский капитал. Аспектов очень много. Это и образование, это и медицина, это и безопасность и так далее. Вот здесь во главе угла должен быть вот этот вот социальный запрос. Если родитель потерял работу, помочь ему, значит, в сфере квалификации и так далее. То есть работать в точке, которая приводит либо к кризису семьи, либо, наоборот, к ее подъему. Помощь должна оказываться до тех пор, пока семья, значит, не встанет на ноги, что называется. А у нас часто нет помощи не для того, чтобы она встала на ноги, не для того, чтобы она упала. Потому что у нас, как вы знаете, порядка 70 тысяч детей находятся в детских домах, потому что с родителями они не совсем правильно и точно поработали. Поэтому срез очень широкий, те, значит, болевые зоны, которые семья не может закрыть ни обществом, ни бабушками, ни дедушками, должно представлять государство. Это и путевки, это и материальная поддержка и так далее. То есть аспекты, при которых семья будет чувствовать, что она в заботе и со стороны государства, и со стороны общества. Саша, вы знаете, я слушаю вас, и у меня создается ощущение, что применительно к нашей сегодняшней ситуации вы говорите о жизни, не знаю, на какой-то другой планете. Это правильно, потому что у нас сегодня, к сожалению, семья не находится в приоритете заботы. У нас сегодня даже есть такой стандарт, это ребенок, находящий в трудной жизни ситуации. То есть не семья, находящаяся в трудной жизни ситуации, или семья, нуждающаяся, или семья, находящаяся в той или иной проблематике. Да, у нас главное это в центре вот этот где-то заботный процесс. Это не совсем правильно, потому что главное это, знаете, как сегодня мне хорошо сказал мой друг, которым мы ездили в колонию, главное это здоровье родителей. Сначала маску одевают родители, потом помогают детям. Вот это на сегодняшний день приоритет пока еще не расставлен, потому что для этого требуется много чего сделать. И культуру поддержки семьи, и сама семья должна почувствовать и не бояться. По поводу ювенальной юстиции, это все смешание, что называется, карты жанров. Я сейчас езжу в подростковом колонии, я вижу, что подростки меньше. Те преступления, которые не влекут за собой отправку их в учреждение, они отбывают либо общественную работу, либо вообще находятся дома и так далее. Вот ювенальная технология, работа с подростковой преступностью, с подростковыми подрекциями. То есть их действительно меньше стало подростков в колонии? Значительно меньше, значительно меньше. И я могу сказать, что в следственных изоляторах раньше могло быть 25 подростков, а сейчас находятся 3-2. Почему? Потому что вот эти вот технологии примирительных судов, примирительных скамеек, работа подростковых судей и так далее, начало работать. И это правильно, потому что ребенок за украденный сотовый телефон не должен сидеть в тюрьме, а возможности исправиться есть, потому что это не убийство. Вот один из аспектов. Поэтому я считаю, что семья в круге заботы государства и общества с разных реперных точек должно реализовываться и на уровне законодательства, и этических нравственных норм. Ну и в том числе, чтобы чиновники работали по совести, а не за галочку. Саша, вы могли бы в нескольких словах рассказать о том, какую вы деятельность ведете? Ну, вы знаете, я работаю все-таки больше на стыке проблем воспитанников и выпускников детских домов. Хотя, конечно бы, хотелось бы не заниматься этой темой, чтобы детских домов не было, а дети уходили в семьи. Но пока сегодня общество настолько нездорово, что у нас дети оказываются и в детских домах, и в ЦВИНПах. Я езжу и в ЦВИНПы, в центре лейдерной изоляции подростков. Например, в городе Владимире в год это бывает от 200 подростков. Учитывая, что есть дети с ограниченной возможностью, с психическими здоровьем, с психическими задержками и так далее. Вот на стыке проблем общества и государства, где вне заботы семьи и общества оказываются дети. Саша, а как лично вы относились к возможности усыновления наших детей за границу? Когда такая возможность была? Я вам скажу так. Я скажу так. Закон Димы Якулева, он нерелевантен тем санкциям, против которые нас применены. Потому что против нас применены экономические санкции, а мы применили где-то экономические санкции. Я считаю, что надо было все-таки поработать и с законодательством, и с органами опеки, и с учреждениями и так далее. То есть провести эту работу. А так получилось, что на неподготовленную почву мы сделали вот такой вот, знаете, закрыли занавес. При котором некоторое количество людей остались в России и так и никуда не уехали, в том числе и погибли. Пока не будет отстроена эта работа, вот эти бравурные заявления а-ля патриотические, это совершенно безграмотное заявление, потому что усыновление у нас падает. У нас в основном растет приемно-родительские отношения, приемная опека и так далее. А дети с ОВЗ, они вообще находятся в ситуации, ну, усыновления крайне редкие. Вот я знаю девочку Василину Безрукую, которая, да, помните, Безручек девочка была, про которую весь интернет. У вас в Фейсбуке тоже была информация. Они ее установили, потому что у них христианские основы вот есть в отношении к этим детям. Но у нас страна многоконференциональная и в том числе и где-то светская, да. Соответственно, вот людей, которые готовы взять ребенка с ОВЗ с ограниченными возможностями здоровья, уже появляются, но пока недостаточно. У нас в школах-интернатах, вот я езжу от Донского монастыря в одно учреждение, там 250 детей, которые там живут до 35 лет и практически переходят потом в ПНИ и там доживают свой век. То есть, я думаю, в престарелых это, в принципе, однокоренной зуб. То есть сначала бросаются детей, потом дети бросают своих родителей. Вот, наверное, если мы будем смотреть не на политическую составляющую, да, а тестировать это все, то тогда направленность общества будет правильной. Знаете, такое понятие – направленный удар. Когда мы направляем все свои ресурсы, знания на преодоление какой-то трудности. Не говорим «плодитесь и размножайтесь и будьте бедными», а говорим «вы можете развиваться в нашем государстве, ждать поздно условия». Если этих условий нет, то это все остальное просто, ну, безнравственно, понимаете. Потому что люди сами понимают, я вот, например, у меня четверо детей, но, знаете, чтобы прокормить четверо детей, приходится просто очень много работать. И я думаю, что я состарюсь гораздо раньше, чем бы мог бы состариться, потому что, ну, приходится реально добывать, работать, работать, работать и работать. Попасть их, мне, как дети говорят, папа, только ты давай живи подольше. Вы знаете, вот одна из проблем, ну, то я работаю в Донском монастыре, да, там, Владыка Парамон меня благословил помогать. И мне все время подходят какие-то девочки 20-летние, говорят 25-летние, «Александр, вам нужны море добровольства, мы сейчас пригоним, сейчас будут тучи». Я не верю в этой тучи, понимаете, я верю в каждые дела, в малые дела. Вот взял дерево, посадил, вот оно пошло. Взял бабушку, помыл в доме при старелых, вот и сделал. Знаете, критерии эффективности в конкретных детях, людях, в их изменении качества жизни, а не просто заявление, там, натягивание фактов, статистика, галочка. Вот, пока у нас-то галочка будет, у нас, значит, знаете, как говорится, птица каркает, а жизнь идет. Спасибо за комментарий. Напомню, на связи с нами был Александр Гизалов, социальный работник, эксперт в вопросах усыновления и отец четверых детей.